ПОДПИШИСЬ! Часть мы оставим на следующий выпуск. Кстати, еще хотел бы сказать, что я, наверное, теперь в каждом выпуске буду дозировано довольно брать вопросы, потому что хочется еще рассказывать что-то независимое от ваших ожиданий и запросов, не потому что это не важно, а потому что каждый день приходит какая-нибудь там мысль, которой хочется поделиться, если вы помните, в этом была одна из идей этой программы. Однако же не всегда получается, потому что все время уходит на ответы на вопросы. То есть ответы на вопросы это для меня святое, на каждый вопрос будет дан ответ. Но однако же иногда буду уделять время, так сказать, своим мыслям, там, не знаю, там, слова, татуировки, там, что-нибудь еще. Кто знает, о каких делах нам захочется с вами поговорить. Но сегодня все еще вопросы. Game for Brothers, чувак, который каждый раз в конце уже пишет, с поясы сохрани тебя, мой друг, и мне всегда так и хочется ответить, и тебя, братан. Здравствуй, думаю, не стоит опять и каждый раз тебе говорить, что все на высоте. Ну, раз не стоит, я тогда не буду зачитывать все эти похвалы. Дальше Game for Brothers делится со мной своими соображениями по поводу господина Никто. После этих его слов я уж точно его посмотрю, просто мне нужно выкроить время. Как ты относишься к нынешним русским фильмам? Я не про Горька и другие комедии, а про Левиафан, Дурак и так далее. Есть сейчас русский хороший кинематограф, но Дурака я не видел, хотя много о нем слышал. А Левиафан это не представитель вот этой вот категории русского хорошего кинематографа. Я не буду распаляться и рассказывать вам, почему именно он мне не нравится, потому что уже столько его людей обсудило, он уже обсосан со всех сторон, это неинтересно. То есть лучше я скажу, что я считаю реально хорошим нынешним российским кинематографом. Я не буду говорить про, опять же, известный всем квартет И, это все и так знают, хотя вторые, о чем говорят мужчины, это просто шлак, это просто решили наварить денег. Но просто кину вам один маленький совет, посмотрите недавний российский фильм Борис Годунов. Вы останетесь чрезвычайно довольны. Вот я так предполагаю, потому что у меня аудитория все-таки так или иначе мне духовно близкая. В смысле, вам во многом интересно будет то же, что и мне, иначе бы вы не смотрели мою субъективную передачу. Так что Борис Годунов, это неплохо. Затрагивай тему чтения. Читал ли ты Generation P и другие произведения Пелевина? Обижаешь, дружище. Пелевин, это то, что я вдоль и поперек исходил, исчитал, излистал. Это все вот оно вот где-то здесь. Я Пелевина люблю всей душой, но кроме, пожалуй, последней книжки «Любовь к тренцу кердеринам» не люба мне оказалась, потому что мне показалось, что Виктор Олегович здесь съехал на актуализацию. То есть это какая-то конъюнктура. Там уже и Майдан, и все такое, а ценности меньше. Нет, хорошо, но по сравнению с Пелевином мало вкатывает. Мои любимые произведения Пелевина, это, конечно же, Generation P. Некоторые рассказы наподобие «Кормление крокодила Хуфу». По-моему, повесть или рассказ о Мон-Ра, по-моему, это повесть. Дальше, конечно же, «Жизнь насекомых», «Желтая стрела», «Чапаев и пустота», «Числа». Невероятно люблю Пелевина. Кто не читал Пелевина, почитайте, вы получите гигантское удовольствие. Это действительно книги, которые сейчас, на данный момент, при нас становятся классикой. Мы можем держать руку на пульсе становления новой русской классики. Как ты относишься к произведению «Война и мир»? Хорошо, я отвечу. Я отношусь к нему, как к всему, в общем-то, Толстому. Я к Толстому отношусь с прохладцей. То есть я не отрицаю высокой ценности его произведений, но мне никогда не импонировал его стиль. Достоевского обожаю, Толстого не могу сказать. Но читать, конечно же, обязательно надо, потому что это из области базовых произведений. У меня есть такая идея, я уверен, это не только моя идея, но что есть определенный слой базовых произведений, на которых сейчас строится даже не менталитет, а понимание людьми друг друга. То есть если вы не читали Гомера, если вы не читали Толстого, может быть, хотя бы, вы просто должны знать, что там происходило. Если вы не читали определенных произведений Пушкина, если вы не читали определенных произведений Шекспира, вы можете сосуществовать с другими людьми, но полного понимания и полномасштабной коммуникации всепроникающей у вас не получится, потому что есть такие вещи, которые закладываются на уровне этих произведений. Подумайте над этим. Ну, дальше, конечно же, Game for Brothers пишет «Спайсы, сохрани себя, мой друг», я уже говорил, это невероятно приятно читать. Отвечаю, тебе те же самые лучи Спайсов. О, классное выражение. А также он написал по скриптуме «Я помню, как ты проходил Лумбер Айленд, значит, в игры ты раньше играл». Да, я не спорю, просто, насколько я помню, под прошлым выпуском в комментариях обсуждалось, что я ездил на игровые выставки и что я играл, и я решил, что об этом говорить уже даже и не стоит, тратить на это время, потому что вы и так знаете, что я играл. Я не играю сейчас. Дальше второй мой преданный зритель, а по рейтингу, может быть, и самый преданный, потому что начал раньше всех мне писать, это Love is Something. Как я и говорил, мы не все вопросы сегодня поднимаем, чтобы не делать выпуск просто невероятно неподъемным, тяжелым, гигантским, поэтому рассмотрим только часть. На какой промежуток времени ты рассчитал данный проект, не планируешь ли его расширять, удовлетворяет ли тебя то, как на данный момент проходит проект, и будешь ли ты подключать еще людей к его съемке для, возможно, более расширенного полилога со зрителями? Буду. Я же говорю, этот проект отчасти индикатор моего роста над собой, роста, постоянного развития. Это то, что будет отображать процесс становления меня как человека, который ведет с вами полемику. Соответственно, естественно, постоянное развитие – это его непременный атрибут. А на какой промежуток я рассчитал проект? Ну, это сейчас сказать сложно. Я пока заканчивать не планирую. Будет идти как идет. Расскажи о своем отношении к разным странам. Это отдельный выпуск. Я считаю, вот это как раз достойно того, чтобы попасть в отдельный выпуск, в котором я буду рассказывать, где я побывал, куда я советую вам съездить, что, где, как. По-моему, это шикарная тема. Сенегава Кун спрашивает, как я отношусь к компьютерам. Опять же, в отдельный выпуск, потому что начать массивно получится. Дальше он спрашивает также, сколько продлится этот проект, на что я тоже уже ответил. Андрей Морской спрашивает. Какое будущее человечества я себе представляю в плане культуры, техники и политики будущего? Угадайте, что я скажу. Опять же, это отдельный выпуск, поэтому, возможно, следующие несколько выпусков будут с минимальным количеством ответов на вопросы. Вы все равно их пишите, все будет отвечено, но просто попозже. Но они будут посвящены конкретным темам, где я буду рассуждать на заданную тематику. На сегодня все. Это был пятый выпуск моей субъективной передачи. Поделитесь им с друзьями, возможно, мы сможем привлечь больше интересующихся полемикой людей в наш полилог. С вами был Александр Форсайт. До завтра. Спайси и сохрани.